приветствую вас уважаемые друзья и коллеги по хобби продолжаю дальше работать с тягачом а т.т. от фирмы trumpeter и теперь пришла пора его начинать немножко ушатывать загрязнять придавать ему какие-то эффекты старения дождевые эффекты грязь чтобы было не пластмассовая игрушка чтобы модель была уже немного похожа на настоящую боевую машину для этого приобрел такой вот набор набор сет для советской и российской техники набор очень интересный как видите состоит с пигмента с фильтра смывка и эффекты натуральные эффекты различные загрязнения здесь натуральный эффект курская грязь курская земля а здесь эффекты подтеки грязи таких баночках таких баночках по 35 миллилитров я вам скажу их хватает очень на долго и на много то их не на одну модель хватит моделей на 10 если не больше опять же смотря кто как расходует и смотря какие модели по размерам некоторые баночки у меня еще до сих пор лежат по половинке а им уже около 3-4 лет сейчас подготовлю модель и начнем со смывки для того чтобы сделать смывку нам понадобится тонкая кисточка и хорошо перемешанная смывка все предварительно подготовили и начинаем наносить всегда советую начинать с более мелкого чтобы посмотреть вообще как смывка растекается как вы перемешали и и кто-то делает сам смывку с масляных красок но проще все-таки приобретать уже готовые наборы разрабатывались они знающими людьми и очень хорошо наносятся если вдруг у вас много смывки то не переживайте смывка подсохнет и уже не будет такой контрастом да и лишнее всегда можно убрать ватными палочками и не забывайте почаще перемешивать смывку так как пигмент краски оседает уходит в осадок и смывка уже не такая темная и не так наносится как вы хотели бы ее нанести ну как видите ничего сложного нанесение смывки нету нанес смывку на катки теперь начну наносить смывку на модель и как видите сейчас буду пробовать стенд от фирмы томия и 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 после того, как нанес смывку даю ей хорошо просохнуть, примерно где-то от 3 до 6 часов, то есть я смотрю как смывка высохла, нам понадобятся ватные палочки хорошие и смотрю со временем как смывка высохла, если она уже нормально держится на модели, то значит она вполне высохла и готова к обработке. Беру ватную палочку и все излишки масляной краски удаляю. Вот так вот получается. Разобрал уже модель на две части, брызговички поснимал, чтобы они нам не мешали, потом впоследствии ставить гусеницы и потом мы их приклеим назад на цинокрилатный клей. Так вот все лишненькое снимаете, но снимайте аккуратно, сильно кистью или ватной палочкой не давите. Если где-то увидели, что у вас лишняя смывка, то можно ее всегда удалить white spirit. Сильно не стирайте, чтобы оставить рельеф, например, как здесь имитация деревянного борта, чтобы она оставалась, чтобы красиво было все вот это вот на модели видно. Вот так вот на данный момент все получилось. На этом буду заканчивать видео. В принципе, я надеюсь, все понятно. Показал, объяснил. Теперь после того, как излишки удалили, внимательно посмотрите на модель, чтобы не осталось ворсы от ватных палочек. Ее аккуратненько снимайте пинцетом и после этого я задуваю модель полуматовым лаком от ферматомия, жду полного просыхания и начну наносить масляные точки. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok